К нашему эфиру присоединяется Алексей Боряченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов. Здравствуйте! Добрый вечер! Приветствую, друзья! Рад вас видеть и традиционно приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Ну и вот в продолжении темы, Алексей, участие в предстоящем саммите мира в Швейцарии уже подтвердили 107 стран и организаций. И вот сейчас продолжается визит Владимира Зеленского в Юго-Восточную Азию, Филиппины, Сингапур, Тимур. И вот главная цель визита – это донести позицию Украины и вот до этой части мира. Убедить и эти страны присоединяться к саммиту. Скажите, почему это так важно по-вашему и как вы оцениваете первые результаты этого визита? Ну, чрезвычайно это важно. Я думаю, что нашим уважаемым и эрудированным телезрителям лишний раз даже напоминать по большому счету не стоит, потому что все прекрасно осознают, что саммит мира, который будет в Швейцарии буквально через две недели, с 15 по 16 июня, чрезвычайно важен не только для Украины. И в начале построения дороги к миру, к справедливому миру для Украины и соответствующему наказанию за агрессию Российской Федерации. Но там есть и огромное количество глобальных пунктов. Половина формулы мира Владимира Зеленского – это именно глобальные пункты, которые касаются не только наших ближайших стран, партнеров и друзей, но это касается и жителей абсолютно разных стран мира на разных континентах. Если только брать гуманитарную составляющую, то, собственно говоря, для нас и для всего мира важно, чтобы судоходство Черным морем было открытое, потому что наше зерно, наши зерновые в целом, они спасают от голода более двух миллионов людей на нескольких континентах. Кстати говоря, к слову, Китай был наибольшим импортером украинских зерновых до полномасштабного нападения Российской Федерации. Ну и не только Китай, это Ближний Восток, Средняя Азия, Африка. И, кстати говоря, та же самая океания. То есть, с одной стороны, это вопросы, скажем так, обеспечения продуктами питания, а с другой стороны, это очень важная тема, которая сейчас будет темой номер один на встрече G7, это именно миграционные вопросы. Мы прекрасно понимаем, если людям нечего кушать, то они стремятся идти туда, где есть что кушать. Все же абсолютно элементарно и просто в более богатые страны. И более богатые страны, ну поверьте, далеко не всегда готовы к таким вызовам. Последние события в Сирии очень яркий тому пример. Второй вопрос. Энергетической ядерной безопасности. В контексте того, что Российская Федерация незаконно захватила сейчас наибольшую атомную электростанцию в Европе. Шесть энергоблоков Запорожской АЭС. Но вот скажите, это что шутка, кто может спрогнозировать действия Российской Федерации как государство террориста и спонсора терроризма? Что, кто-то ветром владеет, кто-то понимает, куда он подует в случае ядерного инцидента, инспирированного Российской Федерацией? И тут, так сказать, я думаю, даже страны Средней Азии не могут себя чувствовать в случае чего, скажем, в полной безопасности. Поэтому эти вопросы, они касаются, ну, скажем так, не только стран Балтии, Польши, Румынии, которым не нужно доказывать и пояснять, что такое путинский режим и сам Путин, но и странам, которые традиционно являются в сфере, скажем, геополитического влияния еще Советского Союза, а теперь Путинской России, это страны так называемого глобального юга. Ну, и, собственно говоря, Океания, ну, еще называют там Азиатско-Тихоокеанский регион, это очень интересные страны. Посмотрите на их экономический потенциал. Та же Малайзия уже по всем критериям может, в принципе, входить, например, в тот же J7. Ну, как минимум, в J20, так сказать, чувствует себя очень комфортно. Индонезия, Сингапур, город-страна, Филиппины, которые являются, в принципе, довольно серьезным союзником западного мира, так сказать, да, Соединенных Штатов, на этих островах, на островной гряде. Более того, тут же надо на вопрос отсмотреть немножечко еще выше, геополитически. США морская держава, которая всегда сдерживала сухопутную державу, которой всегда был Китай. И вот, собственно говоря, начиная от Японии, Южной Кореи, Тайваня, кстати, Филиппины, это все тот самый морской сдерживающий пояс, которым, так сказать, сковывают военно-морской потенциал Китая, Соединенные Штаты и их партнеры и союзники. Поэтому эти визиты нашего президента точно, скажем, точно в цель. Это точно страны, которые сейчас задают экономический, как это, порядок денный всему миру. Они являются наиболее развивающимися динамично. И поэтому наши отношения и перспектива наших взаимоотношений с этими странами очень важна, что она донесена лично нашим президентам. И если эти страны, конечно же, поддерживают формулу мира Владимира Зеленского и примут участие в соответствующем саммите, это еще более сблизит и экономически, и политически наши страны. Поэтому я думаю, что очень скоро и уже даже в странах Азиатско-Тихоиканского региона не надо будет объяснять, кто такая путинская Россия и почему, собственно говоря, мир должен поставить Путина на место и заканчивать с этим террористическим режимом. Ну и знаете, вот в ходе пресс-конференции в Сингапуре Зеленский заявил, что сейчас Москва угрожает многим странам блокадой сельхозтоваров, продуктов питания, грозит повышением цен на энергоносители и требует от многих государств отказаться от посещения мирного саммита по Украине. И вот чуть ранее глава МИД РФ Лавров говорил якобы о желании Пекина созвать такую мирную встречу, где будут и представители и Москвы, и Киева. Скажите, а вот чего добивается Москва? Какой-то альтернативы саммиту в Швейцарии и прикрывается Китаем? Что это? Вот вы абсолютно, вот люблю ваши вопросы, за то, что они очень глубокие и в цель. Люблю ваши ответы, да. Ну просто действительно, вы абсолютно верно подчеркнули. Не один, как вот просто некоторые средства массовой информации, может быть журналисты, эксперты, они где-то поверхностно относятся к этим вопросам и начинают говорить про какую-то мирную инициативу Китая. Никакой мирной инициативы Китая Китай не озвучивал после работы на подготовительной встрече по формуле мира в Саудовской Аравии, где была прямая двусторонняя встреча с украинской делегацией, которую, напомню, возглавлял глава офиса президента Андрей Ермак. После этого ни одного официального заявления про формулу мира от самого Китая не было. Да, было то, что они хотели бы, чтобы на встрече принимали малые участия все стороны, в том числе Российская Федерация. Да, они говорили, конечно же, про то, что они готовы предоставить площадку странам для того, чтобы все собрались и нашли какое-то совместное решение. Но за формулой мира Китая говорит исключительно либо Российская Федерация, и недавно еще о Венгрии распоминала. Ну вот такая вот интересная история, что как будто, да, действительно Китай подталкивает спину проявлять какую-то геополитическую инициативу и брать на себя сторону Российской Федерации, что, собственно говоря, Китай не спешит делать. А потом, в том числе, вы абсолютно правы, что и Лавров, как по информации некоторых инсайдеров, инсайдеров прямо звонил многим странам, и лично Путин, они пытаются каждому игроку, глобальному, маленькому, большому, неважно, они находят свои ключики. Где-то это какое-то кредитование, где-то это сельгоспродукция, где-то это шантаж, где-то это возможность военной эскалации, как, например, в некоторых африканских странах. Военные, они грозят странам прямо военной дестабилизации, чтобы вы понимали. То есть российский МИД и лично Путин сейчас у него задача номер один. Это срыв саммита мира. И поскольку, ну поскольку уже всем абсолютно очевидно, что сколько, 106-107 делегаций уже дали добро на принятие участия в саммите мира, сорвать его, конечно же, уже не получится. Это абсолютно очевидно. Но минимизировать количество участников или хотя бы уменьшить уровень тех делегаций стран, в основном глобального юга, которые уже подтвердили свое участие, вот это они, конечно, пытаются сделать. Они параллельно БРИКС организовывают на уровне министров внешних, зовничных справ, иностранных дел. Ну и делают многое-многое другие вещи, про которые мы сегодня с вами уже говорили. Почему ответ очень простой? Потому что Путин критически боится действительно, что страны объединятся, огромное количество стран объединится, и все они узнают правду. Все они узнают, кто уничтожает мировой порядок. Все они узнают, кто блокирует заседание единственного и наивысшего рабочего органа организации объединенных наций. Они узнают, кто там вообще незаконно находится, и чья там табличка в том числе стоит незаконно. Они узнают, кто в действительности на Украине, да, осуществляет геноцид, кто напал. Потому что Россия тратит миллиардные деньги по дезинформации всего мира. И иногда действительно некоторые в далеких странах от войны они воспринимают призывы Путина к миру, как какую-то миротворческую инициативу. Так вот, когда, конечно же, все страны узнают полностью правду, когда перед ними выступят наши политики, наши люди, пострадавшие от войны, наши военные, то тогда, конечно же, Путину будет туго. Вот это он прекрасно осознает. И против коллективной позиции, а мы же понимаем, что это только первый саммит, установочий саммит мира, да, что, скорее всего, будут дальше и следующие по другим пунктам соответствующие формулы мира Владимира Зеленского. И сколько будет на финальной стадии страны, когда уже будет дорожная карта наработана, когда будет наработан ультиматум Российской Федерации, ну, по сути, да, условия капитуляции, сколько это будет стран? 140, 150, 160, да, из там 185 во всем мире. То есть он, Путин, ничего не сможет противостоять консолидированной позиции всего мира. И это он абсолютно понимает. Его та шахматная комбинация, которую так он любит, гамбит. В данном случае ее очень сложно использовать, потому что Украина и наши партнеры, друзья, мы играем белыми. Мы создаем повестку, за которой Путин вынужден бежать. И, собственно, этого он очень боится, когда его запрут в определенные рамки и заставят прийти к справедливому миру, и, соответственно, который будут предусматривать и наказание государству-агрессору. Это абсолютно очевидно, и этого он очень боится. И далее. И вот какая вот история, которая имеет уже некоторым образом продолжение. Итак, 13 стран дали разрешение Украине бить своим оружием по военным целям. Расположен на территории России. Согласно официальной реакции российского МИДа, Сергей Рябков, замглавы МИДа Лаврова, заявил, что такое разрешение якобы может привести к фатальным последствиям этот стат. Далее. США, мол, недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить. Ну и призвали Вашингтон максимально серьезно отнестись к этим словам. Ну и вот Вашингтон, так сказать, реакция на реакцию уже есть, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Зеленский продолжает продвигать свой кейс, мы прислушиваемся и готовы обсудить с Киевом расширение, так сказать, географии ударов по территории России. Как вам такая вот реакция на реакцию Кремля? Ну все абсолютно логично. Но я не думаю, что Соединенные Штаты спрятали бы голову в песок в данном конкретном случае. Почему? Потому что для этого есть уже целый ряд объективных факторов. Мы же прекрасно знаем, что уже более десятка стран дали разрешение на использование своего оружия дальнобойного. Да, 15, если я не ошибаюсь. Среди них наиболее, конечно, важные это Британия и это Франция, где есть дальнобойные там Шершедом, Скальп и артиллерия, например, та же Цезарь, про которую очень много на самом деле забывают. И на этом фоне, так сказать, не понять того, что происходит и актуальности этого вопроса, я думаю, скажем так, это было бы довольно легкомысленно. Конечно же, спецслужбы Соединенных Штатов все понимают, разведки все понимают. Они видят те войска, которые сейчас накапливаются на северном направлении. Про это говорила и наша спецслужба Украины в том числе. Да, кстати, про это сам Умеров недавно говорил министр обороны. Поэтому в данном случае такая возможность действовать в ответ, подчеркиваю, на действия Российской Федерации по российской территории, ограниченной границей вглубь территории Российской Федерации и исключительно по военным объектам, это самая лучшая превентивная мера для того, чтобы они трижды подумали по поводу там, так сказать, следующих своих возможных тактических действий, например, как многие сейчас говорят, на границе Сумской области. Потому что в данный момент мы уже устанавливаем военный паритет и отжимаем российские войска на Харьковском направлении обратно к границе. Поэтому, учитывая то, что данное разрешение нами получено, и мы выбиваем как склады, так и технику, так и используем, насколько я понимаю, кассетные боеприпасы против большого скопления войск, это, я думаю, должно очень сильно отпугать врага. Потому что на это есть, опять же, две причины. Первая, это то, что у них недостаточно там накоплено войск на какой-то, скажем, для какого-то серьезного прорыва, а только для осуществления, скажем, там определенных тактических действий. А с другой стороны, ну просто очень банально, потому что западные ракеты намного дальше, точнее и эффективнее, чем любые российские аналоги. И они это также прекрасно осознают, что в таком контексте любая их военная инициатива, она обречена в любом случае на провал. Но нам это, конечно же, и нашим партнерам обеспечивает серьезные стабильные позиции, дипломатические, собственно говоря, перед саммитом мира. Ну и в продолжении темы, США 4 и 6 июня проведут испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет, вот об этом сообщило командование космических сил, и тестовые пуски Minitman 3 должны, цитирую, продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в эффективности национального ядерного сдерживания. То есть, фактически, Штаты будут проверять способность ядерных ракет долетать до России. Как вы думаете, вот еще и этот фактор тоже немного, наверное, остудит пыл Кремля касаемо всех этих ядерных угроз? Вы знаете, вот я сейчас скажу свое субъективное точку зрения, не претендуя на истину. Мне кажется, что вот этот конкретный вопрос, он как раз нацелен не на аудиторию, не на русских, не на Москву и не на Кремль. Потому что, поверьте, в Кремле прекрасно понимают, что стратегическое ядерное оружие, оно долетит до Москвы и до России в целом. То есть, у них в этом сомнений никаких нет. А вот эти, собственно говоря, испытания, они, как по мне, больше направлены на электорально-внутреннюю борьбу политическую перед выборами в самих Соединенных Штатах, которые показывают, что хозяин Белого дома все-таки, как там его республиканцы в шутку называли, не Слипинджо, а серьезные себе мужчины, которые способны провести еще и испытания стратегического ядерного оружия, тем самым показать всему миру и прежде всего диктатуре Кремля силу Соединенных Штатов Америки. Ну, в том числе и сделать соответствующую превенцию от возможных, так скажем, дестабилизационных средств гибридного, скорее всего, вида по отношению к Соединенным Штатам со стороны Российской Федерации. Ну, то есть, решают, резюмируя сразу две задачи. Одна военная, превентивная, но, как по мне, вторая для Байдена сейчас более приоритетная, это чисто внутренне политическое. Спикер парламента Грузии подписал скандальный закон об иноагентах. По его словам, за 60 дней все организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, должны будут зарегистрироваться на специальном портале. В Еврокомиссии накануне заявляли, что закон противоречит основным принципам и ценностям Евросоюза, и добавили, что рассматривает все варианты реагирования на эти события. Вот вы знаете, мне все больше и больше напоминает развитие этой ситуации с украинским Майданом, революцией достоинства. А возможно ли такое развитие событий в Грузии? Или же Европы еще есть рычаги влияния на грузинскую мечту? На грузинскую мечту, которая путинская мечта или которая русская мечта? Ну, вы знаете, вряд ли. Потому что это абсолютно очевидно, что они обслуживают интересы российского бизнеса, который сейчас зашел в последнее время в Грузию. Ну и, конечно, все они очень плотно сидят на крючке у ФСБ. Я думаю, что на каждого там уже серьезная папочка заложена, да. И, в принципе, никто уже там никуда не дернется. Они уже зашли в эту воронку катастрофы, с которой, имею в виду, именно грузинская мечта, с которой выхода на самом деле уже нет. Да и в целом, я вам скажу, ситуация в Грузии довольно сложно, потому что мы же прекрасно понимаем, что российские силы там идут, ну, скажем так, до конца. Они идут пока политическим путем. Но я думаю, что в любой момент могут, в принципе, с этих незаконно аннексированных территорий, в принципе, с Российской Федерации могут и войска даже зайти, как это было, в принципе, и в прошлый раз. Поэтому все сейчас, конечно же, в руках самих грузин. Насколько они смогут противостоять уже вот такой диктатуре именно Российской Федерации, я бы это прямо сказал, потому что, как я уже еще раз подчеркну, эти люди полностью зависят от ФСБ и от Кремля. И то, что сейчас перед выборами будут максимально использовать этот закон, который был подписан, да, праведно агентом, который является прямой калькой аналогичного российского закона, он будет, конечно, выдавливать все деструктивные для Москвы, для Кремля элементы с грузинского бизнеса, с грузинской политики, с грузинских средств массовой информации. А я напомню, кстати говоря, есть довольно забавная информация, недавно читал в СМИ, что около 80% грузинских СМИ, они так или иначе работают исключительно за счет донорских денег. То есть, как бы в Грузии не такой сильный бизнес, не такое сильное, скажем так, медийное поле, рекламное поле, чтобы они могли себе позволить большое количество мощных телересурсов. Все эти демократические телеканалы, которые реагировали на права человека, все это объективно показывали. В основном это были действительно за деньги западных стран, Европейского Союза, Соединенных Штатов. То есть, сейчас могут, скажем, закинуть, этот закон может закинуть Грузию в каменный век. Вот, когда закроют СМИ, когда закроют всех и надумающих политиков, общественных деятелей, общественные организации, и это действительно превратится, ну, такой, ну, в сталинизм, только в грузинском варианте. Вот. До чего он дойдет по финишу, честно сказать, вам сейчас, скорее всего, никто и не скажет. Но я могу сказать только одно, что проект Грузия сейчас чрезвычайно важен для Российской Федерации. Это для них не просто игра, скажем, в пику Российской Федерации, в пику Европе, что они могут оттянуть уже кандидата в члены Европейского Союза обратно в свой ореол. Нет. Это далеко не главная причина. Одна из главных причин, это, конечно же, что Грузия является сейчас предварительно одной из частей шелкового пути Китая. Поэтому тут Российская Федерация может, опять же, торговаться с Китаем, используя аргументы карту Грузии. Ну, а второй геополитический аспект в этом вопросе, через Грузию можно получить сухопутный коридор в Армению, которая сейчас очень активно выходит в зону влияния Российской Федерации. Одним словом, Грузия сейчас в политике Российской Федерации может и будет, скорее всего, на ближайшее время еще играть очень серьезное значение. Ну, и хочется завершить действительно тем, чтобы пожелать народу Грузии силы, чтобы найти в себе внутренние силы, внутренний потенциал, чтобы побороться и дать достойный отпор этому авторитарному прорусскому правительству и политикам. Да, будем следить, как там будет развиваться ситуация. Алексей, спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии, пояснения, за эту содержательную беседу. И всегда-всегда рады видеть вас в эфире Фридома. Ну и зрителям напомню, что Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был в нашем эфире. Благодарю. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.